Игнатий Тихонович, есть такое выражение, люди говорят, что-то готово получилось, дело в шляпе. Какое происхождение этого выражения? Что оно означает? Я много интересуюсь, сейчас в Википедии можно найти, но не согласен, откуда скрывает много. Я стал тогда сам размышлять. Дело не в шляпе, а дело в том, кто под шляпой. А какое дело в шляпе? Материя, войлок? Нет, дело не в кокарде, дело не в шапке, не в фуражке. А смотреть надо на того, кто под нею. И вот когда мы сегодня смотрим, то отдельная нация, все в шляпах. А другие там бывают, тюбетейка какие-то, священца там, митры на головах. У папы тиара такая раздвоенная, как разрубленная голова, с чем-то похожа на царя Николая Второго. Вот так. Я увидел, что дело в шляпе, все дело в народе. Не в шляпе, а под шляпой. Кокарда воевала с шляпой. Где кокарда? Ее нету. Ну, высокая тулья у фуражки там, советские сделали, так смеялись, а теперь она красива так. Где находится Гитлер? Нету. А евреи, евреи набрали такую силу, о которой они сами не мечтали где-то. И посмотри, стоят везде в шляпах. То есть, все дело в еврейском народе. К нему надо прислушиваться, его книги надо знать, его читать. И не роптать. Где-то увидишь, что не по-твоему будет, а по их. В шляпе дело-то. Они дали три мировые религии. Речь идет не о домах, не о зданиях, не о государствах. Религия, религия, это не на год. Но еврейство живо. Ветхий завет они исполняют. Ну, иудаизм. Христианство, ну, полностью Ветхий завет добавлено новое. А мусульманство, да оттуда он взял. От них, что слышал, на слух, что взял Исаий. Это Сулейман, это Соломон. Ибрагима, это Авраам. Ну, видно, откуда все взято-то. Ну, с пято на десято что-то там есть. Но это мировые религии. Значит, это не простой народ. Я как-то ехал в электричке, а там сидишь на сиденье и дальше не сиди. Нет, ничего нет над головами, это пустое пространство. Ну, и однажды я решил, мужчина сидит против, я говорю, видно, интеллигентный. Я говорю, а вы верите, что есть Бог? Да нет, все само по себе. Это коллапс, взрыв. Ну, а дьявол? Ну, дьявола нет. Сказки интересные, жизненные такие. Давай, батя, все равно делать нечего. Так, я говорю, у немцев есть такая сказка. И начал говорить про солнце, как дети не посчитали мать. И потом она от них взялась кукушкой, полетела, дети бежали за ней. И где ноги ступали, кровавые ноги, там и клюква растет. Интересно? Да интересно, не думал я об этом. Ну, и дальше. Я говорю, а хотите, я вам еврейские сказки посчитаю? Давай. Я говорю, и так, Бог избирает Авраама, все рассказал. Кто-то кричит там. Вы заткните его, урод-то там. Тоже пропагандой занимается. Я говорю, еврейские сказки о Христе Иисусе. Это не сказки. А, вон как. Ну, вы же считаете, что не было этого. Значит, сказка, сказка и разница. Если считать, что все народы что-то имеют сказочного, то самое сказочное, имея в виду удивительное, у евреев, народы исчезают. Он не исчезает, этот народ, и не исчезнет никогда. Ни на один народ не было такого ополчения. Решить окончательный еврейский вопрос не было. Ну, с цыганами там было поставлен вопрос. Это паразитирующая нация не учится, ничего не производит. А еврей-то не такой. Так вот, все дело-то в шляпе. Интересно, вот мы были в Барнауле неоднократно по созову. Религиозные деятели города. Собирал Колганов Владимир Николаевич, мэр города Барнаула. Ну, кто как приходит. Там мусульманин, наговорил. Решит она, курю. А бывает, ничего нету. Ну, еврей, еврейский там сидит, каменецкий. И каменецкий в шляпе. В шляпе. И поэтому, куда не поворачиваешь, инфляция начинает говорить. Да все в шляпе. Это они начали, и они кончат. Вы остатки денег отдадите им. Да что это за нация такая написана, цари понесут богатство и славу. Им это предписано. И они это будут делать, все банкиры, все, которые, ну и дальше перечисляю, миллиардеры. Кто делил тело Советского Союза? Кто раздирал его? В мировой истории не было, чтобы за один год сотни миллиардеров, подуночь, появилось. Это раздел. Раздел трупа. Почти трупа. Так? Так вот все дела-то в шляпе. А как? Ну, про нашу шапку тоже, говорит, дать ему по шапке. Откуда-то же есть выражение? Ничего больше нету. По шапке дать. Про Софиля. Пьяный. Продул всю страну. В мире не было и не будет никогда такой нации, которой бог дал бы такие пространства с такими неисчислимыми богатствами. Какие? Лес. Вода. Пресные воды. Байкал. Золото. Алмазы. Нефть. Уголь. Ну, нельзя еще назвать, чего бы здесь не было. И где? И самая бедная нация. Бедность из бедности. Отучили молиться. Отучили трудиться. Патриарх Алексей Второй. Редигер. КГБская кличка Дроздов. Вот так. Дело-то в шляпе. Или как у нас говорят еще. А еще пришел-то поздно-то к шапошному разбору. Вот он в Россию все. Шапошный народ к шапошному разбору. Пришли мы. Ваучер. Да я на ваучер куплю машину. Купил. Да-то на ваучер ты килограмм прядиков только купил. А вот в это время Абрамович не спал. В это время скупали они все. В это время Березовский там автоваз, что покупали. Дело-то в шляпе, а не в шапке. И поэтому я вижу практически, никакой Википедии не беру, вижу, что они лукавят. Дело все в еврейском народе. Он единственный в 2896 нации Бога избран. Так они дети дьявола. Ваш отец дьявол, который не приняли Христа и не приняли. Это им говорится. Не о нации. Не о нации. Почему? Павел говорит, и я иудей, я еврей. Из колена Вениаминова. Фарисея от фарисеев. Если бы Бог отверг народ свой, то и я бы не обратился. Не отверг народ свой. Остаток спасется. Дело в шляпе. А у нас, понимаете, дело в шляпе. Вроде законченное дело. Все закрыто. Ну, шляпу назовем банком. Банкиры. Всемирные банкиры. Ротшильды, Морганы, Дюпоны. Кто они? Где они? Умные люди? Конечно. Конечно. А кто они? Ростовщики. Бабка-ростовщица топором по голове Раскольников. Преступление, наказание Достоевского. Вот так. Щубайса спросили, больше всего, кого ненавидят. Он ответил. Федор Михайлович Достоевский. Я зубами бы разорвал там все. Почему они? 200 лет с еврейским народом. Поддержали Солженица. Но когда он сказал про евреев, все, нигде не говори против. На меня вы не говорите против. Я никогда. Нигде. У меня с евреями очень хорошее отношение. Но я им говорю, без Христа вы все погибнете. Ваши деньги вам не помогут. Вы будете как день Помпеи гореть. Обратитесь, признайте. Он не просто Мессия, а истинный Бог. Второе лицо святой, нераздельной, единосущной Троицы. И вот в любой поговорке мы должны увидеть мировую историю. А оно так и есть. Один человек, допустим, придумал, сказал это. Ну а сохраняется-то оно не один год. Ты можешь Оженова найти. И толкование такое. К какому разбору? К шапошному разбору. То есть шапки берут, уже все уходят. А ты начинаешь тут битинговать. Или после драки кулаками не машут. Пришел домой и перед своей Марией Тихон там, да я бы ему, да то другое. Ну что ты машешь руками, когда фонари-то под глазами-то? Что на улице темно было, засветился? То есть вовремя надо. Когда там был, тут-то, что ты ему не поддал-то где-то? Что ты прятался? Я понимаю. И поэтому поговорки, которых очень много собрал Владимир Иванович Даль, датчанин, по национальности, удивительное дело, это говорит о том, что это в народе. Я начал говорить о делах в шляпе и будь почтителем к этой шляпе. Какое почтение? При возможности ему сказать. Он очень умный. Вот Каменецкий этот, прислали его здесь, он раввин у них. Да, или председатель называет. И встал и говорит, поздравляю всех с Рождеством. С каким он не сказал. Я начинаю смотреть в еврейский календарь, с каким он? Не с Рождеством, а с Христовым-то. И все православные заулыбались, какой еврей хороший. Поздравляю с Рождеством Христовым. А у него и на уме нет, он его имя даже произносить не будет. Он же, я говорю, с Рождеством Христовым, он этого не скажет. И поэтому, когда говорят, что евреи это крайне неблагодарные, Россия им столько дала, а мы, а они революцию строили, царя убили, царевина расстреляли, свердловы своих, янкелей поставили. Я не об этом говорю. А как вы с ними до этого обращались? Оседлый образ жизни был? Беляков говорил. Это придет к тому, что если, не дай бог, конечно, будет революция, они все туда потянутся. Все туда и потянулись. Дело в шляпе. То есть все уже закрыто, все обдумано. Дележ России произошел, новое поколение. 72 года будут работать на нас, а потом мы поделим страну на куски. Вот как обдумано. И поэтому благословение своего Бог от них не отнял. Бог верен. Израиль не верен, но я, Бог говорит, остаюсь верен. Которая неверная, он в плен, он их в печь, в освенство, куда угодно. Остаток спасется. Богу нашему слава. Если будут еще какие-то непонятности другими вопросами, поговорками, ну, можем поговорить. Аллилуйя. Аллилуйя.